Ролик для себя в потоке. Если мы говорим о наличии субъективного и объективного восприятия, мы их уже связали. Субъективный – это наш внутренний мир, объективный – это наш внешний мир, который типа существует вне нас, вне нашего сознания. Так вот, господа, если все-таки вдуматься в само понятие объективного и субъективного, то мы можем понять, что субъективное – это то, что связано с нашей индивидуальностью. То есть, грубо говоря, слово «субъективное» мы можем заменить на «индивидуальное». И вовлечение в игру у нас происходит, и создание следующего шага к объективному у нас происходит через приложение внимания. А вот объективное уже вызывает интересы. Ведь с научного коммунизма нам известно, что этот мир существует вне нас, вне наших знаний о нем. Так вот, оказывается, что объективно существующего мира как такового, если мы будем смотреть глубже, не существует. Получается, объективное – это то, что создано коллективно, создано другими индивидуальностями. Но эти индивидуальности, в свою очередь, являются также продуктом нашей психики. То есть, наша индивидуальность и дальше все, что мы создаем. То есть, мы создаем не только свою субъективную реальность через приложение внимания, мы создаем и коллективную реальность как участник этой коллективной игры. Мы создаем участников и мы создаем вот эту игровую платформу через, опять-таки, через приложение внимания. Но уже на этой игровой платформе учитываются интересы и других сознаний. И таким образом, объективное имеет смысл заменить на коллективное. Казалось бы, словесная ерунда, ну, если вдуматься в суть отражающих этих терминов, да, то получается, если объективный мир, внешний мир, внешний мир – это коллективный мир, да, если мы поставим знак равенства там, то в таком случае мы найдем объяснение научной парадигмы квантово-волновому дуализму. Потому что если этот мир существует вне нас, вне наших знаний о нем, то при чем тут влияние наблюдателя, да, это лажа. А если он действительно результат нашей психики, да, но является продуктом коллективного сознания, то тогда участие каждого наблюдателя будет отражаться определенными изменениями. То есть каждый будет видеть вот эту общую игровую платформу по-своему. Но видите ли, если мы опять-таки с этой стороны зайдем, то возникают следующих два вопроса ключевых. Первый вопрос. Если это так, то вот этот объективный мир, там, грубо говоря, дом, улица, площадь, которую мы все знаем как площадь, да, она существует в сознании определенного количества игроков. Сколько сознаний должно изменить вид площади, чтобы она поменялась в сознании у всех? Из действующих на сегодняшний день правил мы можем взять правило сотой обезьяны, тогда, значит, минимальное количество участников игры, создающих реальность, должно быть 15% от общего числа тех, кто конкретно берет и создает вот такую картину реальности. либо же по правилам парэта 20%. Уже интересно. И тогда следующий шаг в размышлениях имеет смысл поразмыслить над тем, как эти 20% должны мыслить в одном направлении. И вот тут почему-то, когда вот говорю, да, образ всплывает, образ всплывает, помните, были явления Святой Девы Марии, там, и так далее, в обществе. Для чего-то же они являлись, и потом все люди оптом начинали верить, то есть увидели 20% населения, а поверило 100%. Значит, религии это дело использовали. Значит, религии это дело использовали. А это называется массовой психотехники. А современный герой, который глубоко в эту тему начал углубляться, входить и изучать, исследовать. Это был господин Кашпировский. Интересный дядька. Было бы хорошо с ним познакомиться. Ладно. В этом вопросе есть над чем подумать, да? Господа, массовые психотехники уже представляют интерес. Потому что ими можно менять игровую платформу. Есть вторая сторона медали. Вторая сторона медали будет звучать так. Если этот мир существует только в нашем сознании, то это что есть наша наука? Если все наше, вся реальность строится у нас в голове, да? То есть мы сказали, и субъективное, однозначно, это наше восприятие, внутренний наш мир. И объективное, да? Это результат коллективных сознаний, сложения коллективных сознаний. То в любом случае это результат нашей психики, да? То есть и то, и другое результат нашей психики. И наука пришла, квантовая физика, к тому же самому, да? Что это результат работы нашего наблюдателя, нашего сознания, назовем как угодно. Тогда что есть наука? Наука ведь изучает внешний мир, как объективно существующий. Интересно, да? И тогда что есть религия? Оставлю эти вопросы пока подвешенными, потому что реально интересная штука. Если изучать техники влияния, то вы понимаете, какой фундамент, вот сейчас я проговорила. Спасибо. 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 Красиво.